Количество заболевших коронавирусом в регионе по-прежнему растет. При этом наблюдается большой разброс числа заболевших на 100 тысяч населения в разных муниципалитетах. Он колеблется от 58 человек в Волжском районе до 1188 в Пестравском. Губернатор Дмитрий Азаров связывает это с плохой работой на местах. Не везде строго контролируются противоэпидемические меры – ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Если усиленный контроль муниципалитетов со стороны областных чиновников результатов не принесет и ситуация с заболевшими снова ухудшится, власти готовы пойти на самые жесткие меры. Вплоть до введения ограничений в отдельных муниципалитетах региона и даже смены глав на постах. В свою очередь главы городов и сел отчитались, что работа по предупреждению распространения коронавируса ведется. В частности, глава Новокуйбышевска Сергей Марков рассказал, что сотрудники администрации округа совместно с полицией проводят ежедневный мониторинг объектов общепита, торговых центров, а также следя за тем, чтобы болеющие COVID-19 или очищиеся дома соблюдали самоизоляцию. Среди населения учреждения спорта и культуры работают с 50% загрузкой. У нас всего 8 объектов учреждения культуры и 4 учреждения спорта с финансовыми объектами. Сотрудники ЦССР, совместно с ОМД, осуществляют ежедневный контроль и соблюдение амбулаторно-инвалидного режима самоизоляции на дому. На сегодня контроль находится 249 заболевших. Губернатор потребовал от глав муниципалитетов ответственности и инициативности, если ситуация на территории требует новых решений. Кроме того, оперативный штаб держит на контроле ситуацию в больнице Середавина. Стоит задача уменьшить время, которое пациенты проводят в приемном отделении, ожидая исследований и госпитализации. С сотрудниками ковидных отделений больницы проведена встреча и детально разобраны все процессы. Впервые в России на территории ковид-госпиталя внедряются принципы бережливого производства. К этой работе готовы подключиться дополнительно специалисты Федерального центра компетенций. Предложить варианты оптимизации и оценить необходимость подключения коллег из Москвы сотрудники регионального центра компетенций должны уже в ближайшее время. Виктория Шарая, События.